Добрый вечер, дорогие телезрители! И вновь вечер пятницы. Программа «Акцент» на канале «Пирамида». Я ее ведущая Сиэлька Рыбекова. Правам мигрантов, работающих за границей, уделяется все большее внимание как на государственном уровне, так и в рамках международных организаций. Одна из важных проблем – это же получение пенсии, ведь зачастую трудовые мигранты не составляют трудовые договоры с работодателем, тем самым не выплачивают страховые взносы, что приводит к определенным проблемам. Но уже совсем скоро этот вопрос будет урегулирован. Так до конца года планируется подписание соглашения о пенсионном обеспечении ЕАЭС. Пенсионное обеспечение трудящихся Евразийского экономического союза будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории союза. Так, чтобы приоткрыть завесу тайны и рассказать подробнее об этом соглашении, мы пригласили заместителя председателя социального фонда Уламбека Асанова и начальника управления по централизованному назначению и перерасчету пенсии Бахтагуль Ашималиеву. Здравствуйте, Уламбек Джалавович, Бахтагуль Доктор Баевна. Добро пожаловать в нашу студию. Уважаемые телезрители, напомню, у нас работает телефон прямого эфира 59 20 55, код города Бишкек 0 312, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы по сегодняшней теме. Итак, давайте приступим к нашей беседе. Вот, как известно, уже в течение нескольких лет соцфондом Кыргызстана ведется работа по проекту соглашения пенсионного обеспечения трудящихся государств членов ЕАЭС. Расскажите, пожалуйста, об основных моментах этого соглашения и вообще какие преимущества ожидаются в рамках подписания этого соглашения. Спасибо большое. Во-первых, хотел поблагодарить телерадиокомпанию «Пирамида» за предоставленный эфир, за сотрудничество. В начале кратко проделана работа социального фонда Кыргызстанской республики именно по этой тематике, по этому вопросу. Уважаемые телезрители, уважаемые граждане, вы прекрасно знаете, что в протяжении четырех лет мы проводим эту работу. С декабря 2014 года Кыргызстан вошел в союз Евразийский экономический союз и Социальный фонд Кыргызстанской республики начал работу над проектом соглашения пенсионного обеспечения трудящихся. Да, очень много было вопросов, что очень долго прорабатывается этот вопрос, но я хочу сказать, что в этот союз входят пять государств, и у каждого государства, в особенности в пенсионной политике, есть внутреннее законодательство, где было очень много споров, очень много моментов, где не могли прийти единым консенсумом, поэтому эта работа продолжалась до сегодняшнего дня. Мы понимаем, что вопрос миграции это тотальный вопрос не только у нас, но и во всем мире, потому что большой отток миграции во всем мире, и каждая страна хочет облегчить работу своим гражданам, те, которые находятся в других государствах. Так и этим вопросом на сегодняшний день занимается правительство Кыргызстанской республики, непосредственно именно по пенсионному обеспечению Социальный фонд Кыргызстанской республики. Так, по вашему вопросу, вопрос очень хороший, основные моменты этого соглашения. Я хочу сказать, что я считаю весь пакет документов, единый документ этого соглашения, я не могу его отделять основные моменты, так как весь, по всем пунктам, по всем статьям этого соглашения идет на облегчение нашим гражданам. Единственное, я могу сказать, основная цель которого этого соглашения является, это формирование пенсионных прав трудящихся. Так как мы знаем, что на сегодняшний день, пока это соглашение еще не подписано, те наши граждане, которые находятся за пределом республики, работа в других странах, отчисляя страховые износы, они остаются и оседают в этих государствах. Также хочу сказать, что в этом соглашении мы прописали, заложили такие нормы, один из этих норм, я перечислю, это равные права трудящихся, равенство территории экспорт пенсии, ну и определение права на пенсию. Вы, как понимаете, это соглашение, мы долго ждали этого подписания, проводили огромную работу, было много стран, вы прекрасно понимаете, что у каждой страны были свои предложения, замечания, и по внутренним законодательствам эта работа велась. Но я хочу обрадовать, что на сегодняшний день, как вы сказали, этот проект соглашения подошел к концу, и мы пришли все пять государств к единому консенсу. На последнем совете Евразийского высшего совета в Армении было принято решение одобрить и направить на проведение внутригосударственных процедур. Над этим на сегодняшний день мы, социальный фонд, совместно с министерствами, с правительством проделываем работу. А вот когда вот собираются все-таки подписать это соглашение, и когда оно уже, наконец, вступит в силу? Ну, для начала мы должны провести внутри, как я до этого говорил, внутригосударственные процедуры. Это будут согласования с ведомствами, министерствами. Также мы должны по внутреннему регламенту пройти комитет Джоурки и НЕЖ. У нас есть по нашему направлению три комитета, где мы должны обсудить, и депутатский корпус комитета, они должны продвинуть этот документ дальше. После этого идет второй этап, это ратификация будет, и только после этого, я не могу сказать когда, но самое ближайшее время, я думаю, может быть, в конце этого года, соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся, я думаю, подпишется. А полноценно вступит в силу уже? После подписания соглашения, после подписания. А Бахтоголь, доктор Баевна, может добавите, вот сказали, будет равенство именно перерасчета экспорта пенсии, что касается этого вопроса? Ну, это вопрос касается, то здесь именно оговаривать именно процедуру назначения пенсии тех граждан, которые, ну, наших сограждан, которые работают за пределы нашей республики, да. Вот с этим у нас, как бы, разработан порядок именно назначения пенсии с пяти странами, мы обсуждали все эти вопросы. И, как бы, равенство, да, то есть, как выше уже сказали, те приобретенные страховые стажи этих государств, оно будет засчитываться при определении права на пенсию. И, естественно, будет та пенсия начисляться и выплачиваться той государству, где они проработали и вносили свой вклад в их пенсионный фонд. Они будут определять ту часть пенсии, где каждый государство, вот у нас с пяти государствами, да, идет соглашение, и каждый государство, в своих государстве, какой период стажа отработал, за этот период стажа они будут выплачивать, экспортировать пенсию. Вот, как обстоят дела в настоящее время именно с пенсионным обеспечением трудящихся мигрантов, работающих в странах ЕАЭС, именно наших трудящихся мигрантов, и которые уже вернулись на родину? Очень хороший вопрос. Я бы хотел, до сегодняшнего дня у нас не было конкретных заявлений именно всех трудящихся, которые прорабатывают в других странах, выехавшихся за пределы республики. Так как я хочу сказать, отток миграции нашего населения начинается именно молодое поколение, это с 18 до 30 лет. И вы прекрасно понимаете, до достижения возраста еще много времени есть. И я так думаю, к моменту подписания, вот как соглашение подпишется, все те наши граждане, они подпадут, и все их отчисленные деньги, страховые износы, они пойдут экспортом, и в будущем мы обеспечим их пенсией. Вот сказали, равные права трудящихся, да? Какая работа проводится именно в этом направлении? Как регулируется этот вопрос именно? Ну, ведь законодательство в пяти республиках, оно же разное, именно пенсионная политика все-таки. Нет, ну, как бы в пяти государствах, входящие в ЕАЭС, союз, Евразийский союз, у них, конечно, внутреннее законодательство отличается. Но в этом соглашении мы проработали, и одну из первых задач, это равные права трудящихся и экспорт пенсии. Это немаловажная роль. Например, гражданин Кыргызской республики, который на сегодня работает в Российской Федерации, завтра он может перевезти в Армению, или в Белоруссию, или в Казахстан. И все проработанные стажи будут суммироваться, и все отчисленные страховые износы, они будут экспортироваться именно в нашу страну, в страну прибывания. Поэтому здесь все пять государств, все граждане пяти государств, у них у всех будут равные права. А как будет регулироваться именно вопрос потери пенсии в Ахтуре, доктор Байлина? То же самое по случаю потери кормилица, да, тут член трудящийся, да, этих государств, если он умер, да, там, получается, членом семьи то же самое выплачивается пенсия по случаю потери кормилица. То же самое учитывается все периоды стажа, проработанные в этих государствах, ведь все страховые износы перечислены, все учитываются, и в рамках своего законодательства каждая страна будет назначать пенсию за тот проработанный период. И, естественно, это будет выслаться, экспортироваться в страну прибывания, где член трудящийся этого находится. Вот так и будет экспортироваться. А вот какая работа именно проводится по легализации трудящихся именно наших? У вас подбор вопросов очень хороший, именно над этим вопросом мы очень долго обсуждали. Я хочу сказать, что в этом соглашении, в этом соглашении и в Российской Федерации они работают по новому законодательству и по индивидуальный пенсионный коэффициент, который они по Российской Федерации Министерства труда России ввели. Это законодательство для того, чтобы убрать серые схемы, двойные конверты, и чтобы поменьше было этих серых схем, и чтобы, введя индивидуальный пенсионный коэффициент в законодательство Российской Федерации, они всех граждан переводят именно на легализованный путь. Как я вначале говорил, в этом соглашении, именно это соглашение будет работать именно на тех граждан, которые легализованно работают, оплачивают страховые износы. Также я хочу отметить, что при обсуждении этого соглашения у нас был разговор с Министерством труда России. Мы так решили, что после подписания соглашения создаться рабочая группа, которая совместно с посольством, нашими посольствами Российской Федерации, плюс Министерство труда России, мы будем проводить разъяснительную работу по этому соглашению. Почему надо переходить на легализованный путь, так как соглашение будет работать именно на этих граждан, потому что экспорт пенсии пойдет именно на этих людей. В связи с этим, я так думаю, по сегодняшней статистике, если взять, то наши граждане, работающие в Российской Федерации, мы говорим, более 600 тысяч человек, которые находятся. Из них на сегодняшний день статистическое министерство труда говорит, что более 200 тысяч человек на сегодня легализованно работают, оплачивают страховые износы, которые подпадут именно под это соглашение и которые обеспечат будущим свою пенсию. Но преимущество и большой плюс этого соглашения, я так думаю, люди поймут, граждане работающие, трудящиеся, и они будут поэтапно, постепенно переходить именно на легализованный путь. Так как эти деньги имеют возвратность, эти деньги, они оплачивают страховые износы, эти деньги будут экспортироваться, в будущем они получат пенсию. Ну, возвратный эффект. Итак, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Можете, здравствуйте. Здравствуйте, я хотел узнать, такой задать вопрос. Если пенсионер, гражданин Российской Федерации, имеет пенсионное удостоверение, находясь по каким-либо причинам в Казахстане, имеет ли на какие-нибудь льготы здесь вот, там, в их учреждения, например, имеет льготы? В российском пенсионном удостоверении. Спасибо большое за звонок. Ну, вначале я как-то не поняла, я поняла, что это пенсионер, да, гражданин Российской Федерации, находится здесь, прибывает, да, имеет ли какие-то льготы, да. Ну, у нас в рамках законодательства, пенсионного законодательства, предусмотрены пенсии иностранным гражданам наравне с гражданами Крымской Республики, если они постоянно проживают и уплачивают страховые износы. Соответственно, ну, этот, получается, пенсионер России и, соответственно, имеет гражданство России. И, получается, он получает в Российской Федерации. То есть, в рамках нашего законодательства тоже гражданин и имеет право получать две пенсии. То есть, если он хочет здесь пребывать, постоянно проживать, в первую очередь он должен предоставить вид на жительство. Вид на жительство документ. И после этого он должен предоставить соответствующие документы, и он должен сняться с учета с России, с Российской Федерации, сняться с учета. Оттуда должна, пенсия должна прекращаться. После этого только предоставление соответствующих документов может он претендовать на пенсию именно в Крымской Республике. После предоставления соответствующих документов он имеет право на пенсию. Но при случае, если имеет вид на жительство. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, да, мы вас слушаем. Я хотела задать такой вопрос. Вот вы говорите о пенсионном обеспечении. С какого года будет учитываться? Учитывается ли стаж работы в России до 2000 года? Или это будет только начисление пенсии сегодня работающим мигрантам, например, в России? Спасибо большое за звонок. Спасибо за вопрос. Все стажи будут суммироваться и учитываться. Независимо, в какой из пяти государств будете работать, все стажи будут суммироваться и учитываться. Замечательно. Вот сейчас пенсионные права граждан, которые работают в других государствах ЕАЭС, учитывая, как отмечают эксперты, не формируются и не реализуются в полной мере. Будет ли соглашение регулировать этот вопрос и как это будет производиться? В этом соглашении это все прописано. Это будет регулироваться, это будет отрабатываться, это будет работать по всем форматам. Это все прописано. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Спасибо большое за звонок. Если по сокращению штата, да, его уволили по сокращению штата, у нас законодательством предусмотрена норма, что мужчина имеет право на пенсию на два года раньше, а женщина на два года тоже раньше. Мужчина 61 года, женщина 56 лет. Но при условии перечисления средств до общеустановленного возраста. Если та организация, где вас сократили, перечислит все средства до общеустановленного возраста, то имеет право на пенсию мужчина 61 год. При этом страховой стаж должен составить 25 лет мужчины и 20 лет женщины. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. К сожалению, звонок оборвался. Здравствуйте. Утвержден ли порядок реализации соглашения, реализации взаимодействия в рамках соглашения данного? И с чего начнут реализацию именно этого соглашения по пенсионному обеспечению? В этом соглашении, после подписания этого соглашения, по пунктам, по статей и по пунктам будет эта работа идти. И я хочу сказать, реализация соглашения, здесь будут работать все пункты, начиная от оплаты страховых взносов, экспорт пенсии и назначения пенсии, выплаты пенсии. Поэтому в этом соглашении четко все прописано и вся реализация после подписания будет работать. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Можете задать свой вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. С 20 лет я и не в старшей работе, и не приезжаю в старшей работе. Но почему-то мне здесь в числе и в 2600. К кому я могу обратиться по этому вопросу? Ну, вы можете обратиться по месту жительства, где вам назначили пенсию, в территориальный орган социального фонда. И либо вы можете к нам в центральный аппарат. У нас есть специальный отдел по приему граждан, именно по жалобе, по заявлению, где вас примут. Вы можете заявление оставить. Пенсионное дело запросят, проверят правильность начисления пенсии. И, соответственно, вам дадут ответ. Спасибо большое. Вот как вообще будет определяться именно назначение пенсии в рамках этого соглашения? Бахтур Ильича. Ну, в рамках этого соглашения у нас разрабатывается, наравне этим соглашениям разрабатывается именно порядок назначения выплаты пенсии. Как оно будет осуществляться, как оно будет реализоваться. Разрабатывается этот порядок. В этом порядке указываются все процедуры именно назначения, какие документы принимаются. Там обмен информацией, формуляры разрабатываются, обмен информацией какие-то. То есть тот трудящийся, где проработал, он может к нам обратиться. Он в России проработал, к нам обращается. Соответственно, он заполняет соответствующие документы. И с этим документом мы уже дальше, сам социальный фонд уже работаем, обмениваемся информациями, собираем все его информации о стаже, где он, в каких местах он работал. Связываемся с этими странами. То есть каждая страна, где он пребывал, там работал, вносил свои вклады, каждая страна обменивается информациями. То есть с этими обменами информациями и формируется назначение пенсии. То есть определяется право, там, соответственно, скажем, со своими нормами законодательства определяется право. То есть, как выше сказано уже, суммируется весь период стажа, где он проработал, вносил страховые износы. И назначается, и, соответственно, назначаемая пенсия уже перечисляется. Если он уехал в Россию или в Белоруссию, в Армению, в ту страну перечисляется. Спасибо большое. Я еще добавлю, Бактауль Дурбайна правильно сказала, у нас вот основное соглашение идет, которое проработали, но к нему еще идет административное соглашение, порядок взаимодействия, то, что Бактауль Дурбайна говорила. Я хочу отметить то, что было отмечено, назначение. Эта техническая часть, эта работа будет вести между уполномоченными органами, между ведомствами. В порядке взаимодействия мы будем всегда рассматривать, так как внутреннее государственное законодательство изменится какой-либо страны, мы будем собираться и рассматривать, где-то ввести изменения или где-то оставлять. Поэтому проект, порядок, административное соглашение, оно будет всегда рассматриваться. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Саламатисба, и берем вниз. Что-то не слышно, напишет. Извините, по техническим причинам звонок сорвался. А где вообще могут мигранты посмотреть свой стаж работы, причислен ли он, будет ли учтен при получении пенсии? Ведь сейчас, насколько я знаю, в соцфонде прорабатывается личный кабинет, что каждый гражданин может зайти в онлайн-режиме, посмотреть, где, как, и не произошла ли потеря именно вот этих стажев. Будет ли проработан такой механизм именно для пенсионного обеспечения мигрантов? Этот вопрос именно в проекте, в порядке, в административном соглашении мы рассматриваем этот вопрос. База электронных, база данных будем передавать друг другу. Например, как вы говорите, отчисления, например, если он в Российской Федерации работал, возвратившись к нам на родину, если где-то у него будут какие-то вопросы, мы в электронном формате или в бумажном формате всю информацию предоставим нашему гражданину. То, что вы говорите, личный кабинет, он на сегодня сейчас в доработке, скоро он начнет работать. И здесь уже любой гражданин по сотовому связью и по компьютеру он может заходить и узнавать все свои данные, свои отчисления. Ну, все, какая информация у него, его информация находится в социальном фонде, он может уже лично захотеть и узнавать. Замечательно. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Спасибо большое. Если где-то недостающиеся эти есть, мы добавим и ответ вам направим. Спасибо. 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 Здравствуйте, пожалуйста. Если, если вы достигли пенсионного возраста, то вы имеете право со всеми необходимыми документами обратиться по месту жительства в органы социального фонда. И, соответственно, с нормами нашего пенсионного законодательства пенсия назначится. Спасибо большое. Спасибо. И, к слову, о пенсионном возрасте. Как будет определяться пенсионный возраст для мигрантов, то есть по законодательству той страны, где он работает, или по законодательству нашей страны? Ну, это зависит от гражданства. Если, например, наш гражданин в Кыргызской республике, то по нашему внутреннему законодательству 65-58 лет. Если 63 или 58, то есть, извиняюсь, если гражданин Российской Федерации, или, как мы сейчас знаем, наш гражданин, получившийся гражданин Российской Федерации, то получается по законодательству и Российская Федерация будет выходить. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Телефер включаем? Алло, здравствуйте, я хотела задать следующий вопрос. Вот если я, например, живу в Кыргызстане, я отработала 35 лет. Алло. Свонок сорвался, к сожалению. Но я думаю, вопрос был понятен, да? Она 35 лет, наверное, жила в Кыргызстане. Я так поняла, вот 35 лет проработала. Если она имела в виду, имеет ли право на пенсию, то есть у нас досрочный выход на пенсии. Женщина, если 35 лет стажа имеет, то имеет право выйти на пенсию 55 лет. А так, согласно закону о государственном пенсионном социальном страховании, у нас общий установленный возраст выхода на пенсию для женщин установлен 58 лет, при требуемом стаже 20 лет. А мужчины 63 года при требуемом стаже 25 лет, они имеют право. И, соответственно, если вы проработали 35 лет и вам 55 лет, то вы имеете право на пенсию досрочно по возрасту. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, Салмачо. Салмачо. Алло, Салмачо. Салмачо, все равно заберем, мисс. Салмачо, все равно заберем. Салмачо, все равно заберем. Салмачо, все равно заберем. Это уже 30 лет, и 30 лет, и в 18-м году, 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 в 19-м году, в 19-м году, в 18-м году, в 19-м году, в 19-м году. Как будет выплачиваться пенсия нашим мигрантам, которые работают в странах ЕАЭС, согласно соглашению? Если возьмем наших граждан, которые работают в странах ЕАЭС, скажем, Российской Федерации, проработав определенное время в этой стране, если у них нет гражданства, они по истечении срока, когда подойдет возраст, они возвратятся домой. И в этом случае, насчет работать именно экспорт пенсии, они обратятся в социальный фонд с заявлением о предоставлении выхода на пенсию. Мы на основании этого заявления обращаемся, где он работал, не только в Российскую Федерацию, и все страны, входящие в ЕАЭС. Если какие-то есть отчисления, все эти отчисления, именно страховые, мы экспортируем и назначаем ему пенсии. Какое еще сотрудничество в рамках этого соглашения предусмотрено между государствами и членами? Здесь, вот как Бахтгольд Турбайна вначале переименовала, в административном соглашении порядок взаимодействий у нас там четко идет информация базы данных. Любую информацию, если требует та или иное государство, мы обязаны предоставить всю информацию, если эта информация у нас в базе данных есть. Кроме этого, в рамках ЕАЭС этого соглашения мы будем проводить все изменения, как я вначале говорил, законодательство, прорабатывать эти вопросы. Ну, скажем, по всем вопросам будем вести сотрудничество. Все, буквально все какие вопросы, мы будем обмениваться информацией, давать информацию, ну и сами будем требовать эту информацию по всем направлениям. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. У нас есть еще один звонок в студию. У нас есть еще один звонок в студию. Спасибо большое за звонок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? Если вы ухаживаете за пожилыми родителями, естественно же отчисления не будет. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, вам дали неправильный ответ. Если вы ухаживали за престарелыми, у нас законодательством предусмотрено, что время ухода за престарелыми лицами засчитывается в стаж, если вы за этот период не работали. Для определения именно подтверждения этого факта ухода составляются соответствующие акты совместно с работниками социальной защиты, совместно с работниками жилищных управлений. Составляется акт, там указывается, по какому периоду вы ухаживали за этим лицом. И после этого только засчитывается стаж. А так нету, что должен быть обязательное условие, чтобы подчисление произвели. Ну, естественно, кроме ухода, время ухода, у вас должен быть другой стаж. Не за этот период. А если вы проработали хотя бы один год, два года, должен быть предшествует стаж какой-то, должен быть хотя бы месяц или два месяца. А так наравне оно засчитывается время ухода за престарелыми лицами. Спасибо большое. Вот подписание пенсионного обеспечения трудящихся мигрантов в рамках ЕС, это действительно очень положительная и очень хорошая новость. Но проводит ли соцфонд работу по пенсионному обеспечению трудящихся мигрантов в других странах? Ведь, как известно, провинстанции разбросаны по всему миру, в той же Турции, в той же Корее, их очень много. Над этим вопросом уже давно работаем. На сегодняшний день у нас уже работает с 2015 года меморандум с Южной Кореи. Меморандум был утвержден распоряжением правительства от 2 декабря 2015 года номером 579. Те наши, по последним данным, в Южной Корее более 4 тысяч наших граждан работают. И все эти граждане по законодательству Южной Кореи при пребывании в работе, у них накопительная система Южной Кореи, они оплачивают 9%. И после возвращения домой, у нас в меморандуме четко прописано, гражданин, многие наши граждане не знают о пенсионной системе Южной Кореи. У них в системе Южной Кореи, пенсионной системе, у них, они возвращают эти деньги. Эти вклады плюс процент, они возвращают. И в меморандуме у нас четко прописано, гражданин обращается к нам, мы все собираем все документы и через Крыгоспочта-Сы направляем пенсионный фонд Кореи. Они, проверив всю документацию, если подтвердится, что все правильно, то они направляют именно на счет этого гражданина. Он открывает в банке свой расчетный счет и все деньги поступают ему на счет. Это работа с Южной Кореей. Кроме этого, у нас работа с Турецкой Республикой. 23 января 2019 года президентом Кыргызской Республики Суримбашарип Чемченбековым подписан закон Кыргызской Республики о ратификации договора о социальном обеспечении между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики. было подписано 9 апреля 2018 года в городе Анкара в Турции. И у нас по регламенту в Кыргызстане все прошло. Мы весь пакет документов направили в Турцию. В данный момент мы ждем, как пребудет внутри государственная процедура Турея в Турции, как пройдет. Они пришлют, и я так думаю, уже скоро этот договор начнет работать. Он, турецкий договор между Турецким правительством и Кыргызской Республикой, он похож именно на евразийские экономические темы. Сейчас пенсионное соглашение разрабатываем. Там тоже пенсионные права, экспорт пенсии. Все в этом договоре прописано. И кроме этого, у нас сейчас ряд, мы изучаем европейские страны, переписываемся, потому что у нас очень много граждан находится в других европейских странах. На сегодня ведется работа. Если в будущем у нас произойдет, ну, к подписанию мы подойдем, то мы, наверное, оповестим. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Саламачо. 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 Ну, я не хочу сейчас называть страны, так как у нас ведется только переписка, работа, потому что есть некоторые страны, они могут и отказаться совместно. Поэтому я сейчас не могу прям конкретно сказать, но многими странами мы прорабатываем, ну, с Италией прорабатываем, так как у нас тоже там много мигрантов, другие европейские страны. Я хочу сказать, вот когда мы приблизимся, что будет понятен, что мы уже начнем работу с подписанием меморандума, тогда, я думаю, пойдет работа. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Я работала в итальянской фирме с кредитом с 95-го по 99-й годы. Этот старт у меня входит в глаза или нет? Итальянская фирма. Спасибо большое. Итальянская фирма, вопрос, здесь в Кыргызстане или как? Если, конечно, они, соответственно, уплачивали страховые взносы, и они учитываются в вашем личном страховом счете, то, естественно, она учитывается. Если не платили, к сожалению, она не будет учитываться. Просто еще раз хочу сказать, вы можете проверить, так как есть фирмы, которые могут и не оплачивать. Поэтому вы обратитесь письмом в социальный фонд, а мы проверим, было ли отчисление от этой фирмы на ваше имя. Еще вдобавок к этому я хочу сказать, что вы можете по месту жительства обратиться в социальный фонд, паспортом подойти и попросить выписки из личного страхового счета в порядке информации. Вам выдадут ваш выписк из личного страхового счета, где вы можете ознакомиться со всеми отчислениями числа в социальный фонд. Итак, у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, сейчас, давай, можно? Можно, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я с 98-го, по 2-й году у меня брали вот эти взносы пенсионные. 22% МЗП, по-моему. Ага, мы вас слушаем. Да, а потом я поехала в 5-м году, опорнила в России пенсию, повезла выписку этих взносов. А там они сказали, мы их не берем и даже нельзя, не считал, никто не смотрел. Я вот, да, и у меня есть эта выписка. Спасибо большое за звонок. Да, не будет учитываться. К сожалению, до сегодняшнего времени, естественно, у нас никаких соглашений с Российской Федерацией именно по экспорту пенсионных накоплений после 96-го года не предусмотрено. Вот мы уже в начале, уже как говорили, что сейчас только подписывается соглашение, и это будет применяться тем мигрантам. Со дня вступления в силу, тем мигрантам, трудящимся, все это будет учитываться. Пока сейчас, как такового у нас соглашения нет, естественно, там Россия не будет засчитывать. То же самое, если граждане, проработавшие Россией, сейчас будут обращаться, за тот период, который уплачивали страховый снос именно в Российской Федерации, она пока, к сожалению, сейчас не учитывается. Вот соглашение подпишется, вот тогда уже будут учитываться. Еще раз добавлю, на сегодняшний день работает соглашение СНГ 92-го года. На сегодняшний день, до подписания нынешнего соглашения. Как Бахты Гульдок Турбайна сказала, пенсионное соглашение трудящиеся, если в этом году в конце подпишется, то все ваши вопросы будут урегулированы с этим соглашением. Уважаемые телезрители, мы сегодня обеседовали о пенсионном соглашении Евразийского экономического союза и в целом о пенсионном обеспечении трудящихся мигрантов Кыргызстана, которые работают за границей. А это была программа «Акцент». Всего самого доброго и хороших выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok